На НТВ место встречи. Так, насколько политика Сталина по Украине повлияла на современные события? Алексей Геннадьевич. И не только Сталина. В 882 году Новгород и князь Новгородский взял город Киев. Да, а ровно так и есть. Все повлияло с 882 года по нынешние времена. Потому что это непрерывный исторический процесс. Главное помнить о своих ошибках, которые мы совершили, и их не повторять. Вот что тут. Александр Владимирович. Да, повлиял отрицательно. И если бы он не совершил ошибок, которые он сделал под влиянием идеологии, то мы бы сейчас не имели этого конфликта. Или он проходил бы гораздо более в мягкой форме. Так, Василий Дмитриевич. Это, мне кажется, чисто такой дезинформационный эффект. Александр Решидович. При Сталине был построен фундамент, стены и кровля украинской государства. Но в этом доме националистов еще отстреливали. При Сталине. Потом при застое. Там уже в этом доме начал жить советский украинский национализм. Потом Советский Союз распался. Остался только украинский национализм. И, конечно, вот все это единый процесс. Вклад в каждый внес. Вот эта метафора про стены, кровлю и фундамент мне очень понравилась. Получается, если, опять же, наших сегодняшних гостей послушать, то на месте памятников Ленину, которые на Украине с 2014 года всячески убирают, они должны ставить памятники Сталину за тот самый крышу, фундамент и так далее. Где можно было поселиться тому самому националистическому, который теперь с голодомором пытаются этого же Сталина править? Это говорит о том, что вот про стены, вот эти, кровлю, то есть вот про соседские отношения, о которых мы говорим, а дальше вступает именно шизофреничность, которую сегодня не однажды упоминали. Короче говоря, про хитрожопых соседей сегодня. Галя, надо срочно что-то делать. Потому что у нас квартира очень маленькая, а дядя Панас, который обещал, что он у нас переночует всего две ночи, живет у нас уже второй год. Ну, ты бы хоть с ним как-то поговорила бы, что ли? Квартира очень маленькая. А почему я должна с ним разговаривать? Ну как, почему? Это же твой дядя. А я думал, что твой. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ. Всего вам доброго, до свидания.